Приветствую вас и поддерживаю Александра, скажу, что вам нужно для себя решить так. Вот, попробуйте с ним просто наладить дьявол. Ну просто позвоните ему, напишите, спросите, как у него дела. Пусть завяжется какой-никакой разговор, такой пока непринужденный. В зависимости от него подберите момент и извинитесь. Это будет правильно, это будет верно, извинитесь за то, что с ним так поступил. Так вот, скажите, что сейчас вам бы хотелось просто поддерживать с ним дружечко общение. Просто общаться без каких-либо обязательств, без вообще ничего бы то ни было. Просто потому что он хороший человек, просто потому что он знает вас и вы не хотели бы терять с ним связь. Дайте возможность мужчине решить, хочет он с вами общаться как друг или нет. И если захочет, то тогда эта самая дружба и будет фундаментом для того, чтобы выстроить новые отношения, если, конечно, получится. Если, конечно, у него осталась какая-то симпатия к вам. Потому что бати может уже не быть. Чуть уже может не быть. Так бывает. И как бы в любом случае нужно с ним наладить отношения, в любом случае нужно извиниться перед ним, как-то искупить чувство вины. Потому что оно вам не даст никак двигаться дальше в любом случае. И когда вы это сделаете, то есть вы изменитесь, понимаете, нельзя винить себя за то, что было тогда. Потому что ситуации будут разные. Человек тоже сам меняется и меняется его приоритеты. И если сейчас вы так бы не поступили, как поступили тогда, то это не означает, что тогда вы были виноваты. Вы поступали так, как чувствовали. И это было правильно. Гораздо хуже было бы, если бы вы себя пересиливали бы и через силу, через нежелание с ним встречались. Тогда было бы ад. Ад и для вас, и для него. А так, да, ему было плохо, но он смог это пережить и жил дальше, и вы тоже живете дальше. Так что это, в принципе, нормально. Нормально не то, что без всяких проблем. Нормально то, что является шагом в будущее. То, что вы сделали и являлось этим самым. Поэтому вам себя винить не за что, но тем не менее, думаю, что извиниться перед ним все жестоко. И посмотреть, как он вообще, говоря к вам настроен, не претендуя ни на что при этом. И вот если вы увидите, что он не будет с вами общаться, общайтесь. Просто взаимодействуйте. Постройте новые отношения. Не такие, как были, а совершенно другие. Потому что сейчас вы уже другой человек, и он другой человек. Не надейтесь на то, что получится построить такие отношения, какие были. Потому что все-таки с прошлого не вернуть. А вот новые подстройки у вас вполне удастся. Я думаю, что вы сможете это сделать. И тогда, в общем, будет видно, получится у вас с ним подстроить что-то или нет. Но если не получится, то вы, по крайней мере, увидите результат. Да, результат будет негативнее. Да, результат будет неприятный. Но, по крайней мере, тогда вам возможно двигаться дальше, двигаться вперед. А не постоянно обращаться к нему. То есть, в прошлое. И не давать себе жить в будущем. Жить дальше. Смотреть только вперед. Что же касается второго вопроса. То есть, то есть, то есть, таково, что когда вы решите все своим парнем, то у вас со временем появятся потребности в других мужчинах с тобой. Просто пока вы не разобрались с ним, нельзя вступить в новые отношения. Вот это. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы делаете его лучше.